привет дорогие друзья мы сегодня хотим покоптить рыбку у нас такая печка есть вот разжигаем дрова и не только посмотрите что здесь шишка еще смоленистая она так хорошо горит для запаха и вообще вот эти дровишки они очень хорошо разжигаются от этой шишки там еще уголек лежит потом мы подцепим еще уголь угольки пока они будут лить я буду готовить рыбку и салат а нет вру сначала мы будем запекать овощи потом уже рыбку потом пока по мере будет запекаться рыбка вырезан салат сегодня ветер поэтому тяга вот немножко дым на меня летит а так там тяга хорошим это печи мы уже делали копченую рыбу получился очень вкусно у кого такие печи скажу вам по секрету что здесь вот только кирпичи да на кирпичах естественного не приготовиться ли у нас решетки нет поэтому нам пришлось купить решеточку и смотрите вот так она работает ну как обычно эти вот решетки которые хорошо закрывают рыбку она крупная и вот здесь не было ножки высокие вы можете такую решетку купить в магазине winner markt по 14 евро она большая сюда влазит или четыре маленькие рыбки или две здоровые вот так переворачиваешь но вот эти кольца держат ее она не открывается мыть удобно тоже например мы оставили с рыбкой внутри и потом когда рыбка остыла все это мы потом спокойненько сняли а так рыбка вылазит конечно и прижимаешь вот но мы сегодня решили не совсем в решетке она решетки то что мы в решетке уже попробовали красиво алюминиевых поддонах в общем формах в общем вот такие камушки можно купить там же winner в магазине да но и в других наверно и тоже вот бревнушки или как они называются вот такие до полена можно купить шишки вы собираете вот здесь соседнем лесу кстати кедровая лезь до кедровая лея даже вот отсюда видно видите настоящий сибирский кедр и шишки осторожно чтоб на голову не упали вот потом я вам покажу где мы находимся но пока наши дровишки будут прогорать немножко сверху мы положим потом угольки вот конечно мы не специалисты по запечке рыбы как можем так и делаем вот он здесь все правильно потому что первый раз получилось почему бы нет и второй раз получится конечно как запекать да вот этот вопрос а как запекаете рыбу вы поделитесь секретами как вы это быстрее потому что нам нужно до конца узнать хороший рецепт за печки рыбы да точно вот так что делитесь рецептиками и так вот две рыбочки я уже кстати в магазине том же до весна вы можете попросить вам почистят рыбку здесь очищенная до покажите я вот так показываю и по-немецки говорю они говорят по-немецки разговаривают и по-английски тоже молодцы учат языки и так дружелюбнее чем испанцы испанцы нам пару рассказали что мы говорили на английском дочка с не было они сказали учить все испанские вы в испании вот здесь народ дружелюбнее здесь они учат немецкий английский и многие даже по-русски понимают на базаре я слышала как продавцы разговаривать даже на русском на омана ну разговаривали и так мои хорошие рецепт от милы берем берем все что продается в магазине может быть у нас такое вот кукурузное масло очень вкусное нежное это для того чтобы знаете рыбка получилось сочную можно не использовать я также беру паприку потом нет вот этот салат салат соль не сюда не подходит это для салата это вот здесь продаются такие кстати они по 80 центов хорошие приправы тут уже все смешанное все нужно еще опять соль написано зелье до соль это ароматизированная это для мяса можно тоже для рыбки использовать на можно всякие травы использовать вот по желанию и вот эта паприка написано вот и форте в общем она острая паприка да то есть не сладкая сто процентов натуральный в общем берем укладываем рыбочку вот такой я называю поддон или форму алюминиевая не то что там кстати продается по две штуки есть по четыре штуки сколько вам нужно вот мы готовим потом их моем и нам 2 хватает в принципе в отпуске но когда будем уезжать можем выкинуть и не жалко и так что мы делаем смотришь как шишка внутри горит очень хорошо использовать эти шишки очень хорошо она тлеет как раз сейчас вот угольки буду загораться так лайфхак кто не знал берете фиан женский на среднюю мощность и вот так вот разгоняется огонь шишка у нас за такая раз такая золотая стала ой видно меня и посмотрите как хорошо горит но не надо постоянно конечно феном быть немножко вот так вот подули потому что вот эти угольки они сейчас сгора внутри немножко подули угольки схватились потом опять и немножко отвлеклись так нужно нам заквастить рыбку так беру масло столовую ложку наливаю поливаю на рыбку немножко как я сказала для сочности теперь можно использовать принципе любое масло теперь нужно просто взять рыбку и всю ее смазать маслом да вот чтобы она такая у нас блестящая жирненькая была далее сейчас руки протру теперь беру вот эти специи где вот точно такая же рыбка нарисована открываю но я делаю так вот на руку и уже потом посыпаю переворачиваю посыпаю так теперь я беру паприку у меня под рукой полотенчики для baby для малышей они вот просто на дистиллированной воде очень удобно им пользоваться и сразу вот вытирать руки аккуратненько так паприку опять с обеих сторон до ну на любителя в общем вы добавляете такие приправы которые вам нравятся сильно я не буду это делать ну что опять таки кто захочет себе потом добавит и естественно я хорошенько это все размазываю да паприку если чесночок есть горчичку маринуем в общем рыбку пока у нас разгорается костер так теперь теперь мы купили вот такую горчичку деликатес томи ну и можно также добавить горчички да на нашу рыбку все я смазываю руками хорошенько смазываем с обеих сторон внутри также вот смазываем нашу рыбку осторожно вот здесь обычно бывают иглы рыбку будьте осторожны если вы будете голову я естественно сказываю вот и затем когда вы уже приготовиться вы уже по вкусу добавляйте все что вы хотите так рыбка готова полежит сейчас и так что мы еще будем запекать томаты вот такие мы купили где мы купили на базаре вчера купили длинненькие вот и помидоры затем лимон говорят хорошо запекать паприку тоже запекаем баклажан его разрежу пополам но можно тоже кругляшками можно на длину или кругляшками разрежем посмотрим далее я не знала оказывается лимон и тоже можно запекать сегодня мы попробуем и лимон режут кольцами посмотрите мы выложили баклажаны длину нарезали на 3 части 1 баклажан перец и 4 помидорки вот это все огнем обжигается сейчас она немножко успокоится этот огонь и мы перевернем решетку мы не застегиваем чтобы не потек сок вот но следим до чтобы это все не подгорело потом лимон мы будем немножко запекать вот так вот сейчас немножко посоветовали так делать итальянцы мой муж работает с итальянцем поэтому итальянцы посоветовали мы все берем итальянцы поэтому в италии итальянская кухня пока запекаются овощи нарежем вкусный салатик на салат лучше брать вот такие вот мелкие помидоры они сладкие и очень вкусно в салате я и германии такие же беру можно разрезать на 4 части если сильно маленькие ножи конечно здесь не очень если сильно маленькие то нужно пополам нарезали помидорки базилик но я обычно эти вот уберу так отрываю понемножку можно конечно нарезать вот это подсказывает как называется петрушка петрушка называется прицемолу продается вот такие просто упаковка здесь не написано что прицемолу поэтому тут написано что это очень ароматизированы травы да но нигде не найдете написано прицемола нам пришлось спросить на немецком нам ответили и так тоже на такую партию фресемола немножко петрушки режу пополам соединяю конце и меленько нарезаю все это отправляю в салат добавляем немного репчатого лука я беру одну третью часть режу кубиками нарезаем душистый свежий лучочек и отправляем в салат далее пару капель лимона приправа для салатика и для мяса немножечко для душистости там травы есть с солью далее приправа для салата кстати к этому салату можно огурец и сыр тогда будет болгарский салат но мы делаем итальянский очень просто все быстро немножко присаливаем вернее вот тут чего только нет внутри какие-то травки и специи очень вкусненько по вкусу добавляем кукурузное масло оно очень нежное и поэтому я добавляю 2 столовые ложки очень вкусно и полезно девочки вы знаете я читала про кукурузное масло вчера оказывается это лексир молодости если вы увидите кукурузное масло берите ведрами шутка конечно но на самом деле да она полезная особенно для женского организма и так салатик у нас готов сейчас он настоится пока у нас там овощи обжариваются и рыбка самое главное я забыла добавить сои здесь соя в соусе можно просто капельку добавить для привкуса для запаха мы думали что это соя жидкая она вот густая очень посмотрите мой муж какую красоту тут наделал почти готовые баклажаны и томаты перец тоже почти готов сейчас я буду все это вытаскивать все это остынет и мы потом кожурочку с чистим салат иногда добавляют сыр память пармезан он такой знаете как будто песок на бак скрипит очень вкусный но это на любителя это кида и вот такую вкусноту приготовил мой муж сейчас все это остынет угли у нас прогорели они тлеют и вот прям мы так поставили на угли мой муж окружил вот эти угольками вокруг лиц как красивенько аккуратненько это плата плата или блюдо и сейчас рыбка будет мы ее несколько раз будем переворачивать и заодно конечно лимоны но я я думаю что на лимоны можно по краю разложить пусть они там тоже по шипели жарятся вот так вот и удобнее рыбку переворачивать и да если эта рыбка у меня просто с приправками посыпала вот солью с приправными все это у нас с горчичкой и лимоном и сразу приправами конечно мы каждый день здесь не готовим это второй раз когда мы готовим так мы едим дороге где-то в ресторанчиках перекусываем цире сегодня хороший день такое не жаркий я сняла видео тоже как мы гуляли по набережной и вот сегодня у нас мы два часа провели в бассейне и теперь готовим с утра мы поставили стирочку и она почти уже все высохло баклажаны остыли режем крупными кусочками где-то по три сантиметра и отправляем в салатник с помидор снимаем шкурку я обычно протираю салфеткой потом потому что эти горелки все чтобы это вытереть помидоры были чистые беру такую салфетку обыкновенную кухонную и протирая если где-то вот горелки есть убираю все это нарезаю кусочками нож у меня копила цепляет и бумагу и все кто-то у нас едет там на мотоцикле кстати итальянцы очень любят гонять на мотоциклах все время вот так ву-ву-ву-ву но у нас тут дорога но не сильно шумная кстати так и отправляем без салат и так как я сказала мы делаем эксперименты поэтому одна партия у нас с лимонами на ванночке готовится а вторая вот на гриле теперь чистим перец от внутренностей и от кожуры и опять нарезаем помельче по 2 сантиметра и затем все отправляем салат берем петрушечку и тоже отправляем наш салат теперь в этот салат я добавляю вот такого масла она из холодильника поэтому густое ореховое из земляных орешков подсолнечное было но оно было дорогое но тоже где-то две-три столовые ложки специи по вкусу я обычно не соль ничего не добавляем получается такой сладкий очень вкусный салат душистый и кто хочет себе посолит кто хочет поперчит может добавить чесночка в общем по вкусу и так вот что у нас получилось всем приятного аппетита здесь салатик соченький положила здесь вот копчененькие баклажанчики помидорками и перцем лимон покоптился у нас сейчас могу есть и кто с нами есть тоже приятного аппетита и до завтра мои хорошие всем пока пока с вами была мила